МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вновь была битва за бронзового бедуина. Команда КамАЗ-мастер одержала 16-ю победу в ралли Дакар. Итак, отпуск прошел. Вести КамАЗа снова в эфире. Но пока автогигант отдыхал, Синяя Армада сумела вновь доказать свое превосходство в мире. Дакар-2019 завершился взятием первого и второго места. В этом году на гонку отправились 4 совершенно новых грузовика, однако финишировали лишь 2. В ночь на 21 января команда вернулась домой. По традиции зал ожидания аэропорта Бегишева стал местом торжественной встречи тех, кто защищал честь страны. В песках далекого Перу, где команда КамАЗ-мастер не только оставила свой след, но и вновь вошла в историю гонки. Синюю Армаду встречали уже за полночь. Но несмотря на это в зале множество детских глаз, ищущих своих пап. Дети спортсменов – самые верные и преданные болельщики. Данила Сотников честно смотрел всю гонку, переживая за самого главного своего чемпиона – папу. Папа, учи! Несмотря на то, что Дакар проходит каждый год, каждый раз, как первый раз, и охватывали разные чувства, и волнение, и беспокойство за здоровье, и гордость одновременно. Не смыкали глаз вечерние ночные часы и родители, а также обычные болельщики команды, которые следили за гонкой по всей стране. И вот она – долгожданная встреча победителей. Первые минуты радости и счастья у встречающих на глазах слезы, а в душе – гордость за свою родную команду. Самое главное – вот как год начнешь, так его проведешь. Уже многие говорят, что приучили нас, а Сергей Анатольевич говорит так. Будет победа, значит, вот удастся. Поэтому огромное вам спасибо за эту победу. А мы в производстве весь КамАЗ должны эту эстафетную палочку переводить. Действительно, эту победу команда посвятила юбилею автогиганта, ведь в 2019-м КамАЗу 50. Ребята, на самом деле вы самые лучшие. Победа невозможна, если не соединили бы мы лучшие машины с лучшими ребятами. Не устают благодарить и сами спортсмены. Без поддержки близких и болельщиков не получилось бы. Без огромной команды тех, кто создавал, переделывал, стремился к совершенству автомобилей, не вышло бы. И, конечно, друг без друга, без командного духа, который живет в синей армаде. Конечно, это всегда с нами. И вот это, конечно, больше всего переживаешь, особенно в тот день, когда мы сильно потеряли, когда действительно провалили в зыбучий песок. И вот прям считанные секунды ты просто весь из последних сил пытался выкопать грузовик. И, слава богу, что получилось. Теперь уже позади огорчения. Исходы, дисквалификации и поломки. Теперь эти грузовики станут большой основой для будущих побед, к которым команда начнет готовиться уже скоро. Ну а сейчас есть еще время отдохнуть и отпраздновать свою 16-ю победу. Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Ради Ганеев, Вести КамАЗа. Январь открыл ответственный этап пусконаладки на новой линии алюминиевых топливных баков. Проект стартовал на прессово-рамном заводе в 2017 году. В будущем этой продукции будут комплектоваться автомобили нового модельного ряда. Собственное производство позволит компании обеспечить свою независимость от импортного рынка этой продукции. Площадку, где трудятся современные сварочные роботы, осмотрел генеральный директор КамАЗа. Вместе с Сергеем Кагогиным современную линию оценила и наша съемочная группа. На сегодня алюминиевый топливный бак в автомобиле премиум-класса – это стандарт. И грузовики нового модельного ряда КамАЗа – не исключение. В России нет производств, способных обеспечивать требуемые объемы и качества, поэтому баки приходилось заказывать за рубежом. Собственное же линия позволит получать продукцию в срок, отследить в режиме реального времени качество изготовления и совершенствовать конструкцию. При запуске линии для контроля качества мы используем стандарт качества топливных баков, который использовался все это время при приемке импортных топливных баков САГ. То есть основные требования к поверхностям, к сварным швам – все здесь изложено. Мы можем видеть, что поверхности сварных швов наши не отличаются от сварных швов САГ. Возможности роботизированной линии позволят изготавливать баки из различных материалов и всевозможных литражей – 10 типов алюминиевых и 3 типа стальных. Мы уже запрограммировали и прогнали по линии 300-450-литровый топливный бак, 600-литровый топливный бак. Позавчера закончили с программированием 800-литрового топливного бака. Партнером КАМАЗа по проекту стала компания «Кука». Новый роботизированный участок состоит из четырех роботов – два сварочных и два транспортировочных. Линия очень мощностная и можно производить большое количество топливных баков, но тут именно важно в течение нескольких недель нарастить понимание конструкторское, всех тех ноу-хау, которые используются при производстве, и в целом, чтобы сотрудники, сварщики, операторы узнали линию лучше. Этот проект станет еще одним шагом компании в реализации стратегии импортозамещения. В самое ближайшее время на линии начнут наращивать серийное производство. Александр Филькин, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Что такое комплайенс? На конкурс под таким названием камазовцы присылали свои видеоролики. Организованный службой комплайенс он проводился с 15 по 24 декабря среди работников организации и подразделений автогиганта. От участников принимались видеоролики любых жанров продолжительностью не более полутора минут. Жюри оценивало соответствие работ теме, информативность и оригинальность. Свои работы на конкурс прислали пресс-служба КАМАЗа, блок корпоративного директора, ПЖДТ-сервис, команда группы компаний «Объединенные автомобильные технологии», аэропорт Бегишева, лизинговая компания, прессово-равный завод, служба сопровождения закупок и продаж, бюро проверки контрагентов и НТЦ. Такой получился мини-канский фестиваль, и трудно было определять. Я вижу даже по очкам, очки, которые вот есть, они фактически где-то вот близко друг к другу. Третье место завоевала команда НТЦ. На примере конструктора, который решил продать на сторону свои КАМАЗовские разработки и попался сотрудником комплайенс. Ребята показали, что нарушитель на КАМАЗе рано или поздно будет выявлен и наказан. Отдел комплайенс-группы компаний «Объединенные автомобильные технологии» был удостоен второго места. Вот такие конкурсы, которые позволяют больше внимания уделить нашей работе именно по продвижению идей комплайенс, по решению вопросов борьбы с коррупцией. И мы получили очень хороший импульс, когда был прошлый конкурс по плакатам. И хочу сказать, что у нас качественно выросла просто даже вот реакция людей. А победителем конкурса стала ведущая специалист пресс-службы Люция Шафикова. В главной роли Люция сняла племянницу. Семилетняя София задавала в кадре вопросы о взятке, о работе службы комплайенс и не только. И на все это получила ответы. Ролик получился простым, но информативным. А главное, заставил задуматься об ответственности, которая ложится на взрослых в случае должностных правонарушений. Призеры получили дипломы, сувенирные наборы и сертификаты на занятия на статическом и динамическом автотренажере «КамАЗ». Маргарита Кузьмина, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Он не многословен. Хотя к чему слова, если за тебя говорят дела и сразу два первых места. Наладчик КПА завода двигателей «КамАЗа» Назим Гелязов победил в номинации «Уполномоченный по рационализаторской деятельности» в рамках республиканского конкурса «Лучший по профессии». А также стал первым в номинации «Машиностроение» конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель республики Татарстан». От коллектива, в котором вот уже 10 лет трудится Назим, зависит точность самого разного оборудования, а значит и качество выпускаемой на заводе двигателей и продукции. О буднях лучшего из лучших расскажет Тагир Закиров. Назим Гелязов работает в Центральной лаборатории технологической точности. Только за год Наладчик КПА успел поучаствовать в проектировании шести испытательных стендов. А поступивших тех заданий наберется с полсотни. Свою работу он называет творческой, ведь каждый раз, как в первый, ищет эффективные технические решения, воплощая самые смелые идеи в рамках проектов по модернизации оборудования. Непосредственную работу он, которую выполняет, это и расчеты, и подготовка документации, и согласование с конструкторами, и сам непосредственно участвует в разработке. Мы отмечаем в нем как раз умение нестандартное подходить к решению задач, которые, как правило, приводят к хорошим, положительным результатам. Все проекты Назима направлены на снижение трудоемкости, повышение качества узлов и деталей двигателя. Так, одно из его приспособлений вот уже шесть лет исправно служит рабочим на конвейере сборки двигателя, облегчая их ежедневный труд. Еще один проект – модернизация первой очереди транспортной системы «Маховика». На работу ушло два с половиной месяца. И это только четверть транспортной системы, около 30 метров. Оставшийся участок – задача на ближайшее время. Данная транспортная система была спроектирована и изготовлена с целью исключения затрат на закупку нового транспорта, для улучшения условий труда в цехе, а также для снижения трудоемкости. В транспортную систему включены доработанный роликовый транспорт, который оживает при помощи электродвигателя. Предусмотрена гидростанция для кантователя, дополнительный поддон, защитное ограждение, удобный сборочный стол для подготовки маховика к мойке. Сейчас за мной стоит кантователь. Данный узел являлся одним из самых сложных в данном транспорте, ввиду его проектирования, а также изготовления. Еще один важный для производства проект – вот этот стенд испытаний. Работа была очень кропотливая, ввиду сложности изготовления каждого узла, исполнительного механизма. Дело в том, что данный стенд предназначен для холодной обкатки двигателей. Буквально сразу после нашего ухода Назим вместе с коллегами презентовал стенд главному инженеру. И за эту очередную возможность подтвердить свой профессионализм, да и за многое другое, он очень благодарен своей работе. За дружный коллектив, за то, что ценят, по-настоящему ценят. Я нашел по-настоящему настоящих друзей, обрел как вторую семью. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Как можно скорее становиться в жизни самостоятельными и как можно раньше брать на себя ответственность. С таким призывом к участникам КамАЗовской игры «Звездный путь» обратился главный финансист автогиганта Андрей Максимов. Это уже второй топ-менеджер, который приходит на встречу к резервистам компании с рассказом о себе и с рецептами успешной карьеры. Во время открытого диалога Андрей Максимов дал понять публике, что работа всегда стимулировала его на развитие и заставляла ставить новые цели. Продипломную практику Андрей Максимов проходил на литийном заводе, где сразу показал, насколько умело справляется с финансовой документацией. Стал искать новые подходы к работе. Позже транслировал свой опыт и идеи на другие заводы, заняв должность заместителя главного бухгалтера КамАЗа. Перейдя на другую руководячую должность, внедрил проект, связанный с системой ценообразования, чтобы снизить упытки, которые несла компания. Сейчас, отвечая за финансовую политику автогиганта, он точно знает, что важно всегда думать о своей перспективе и дальнейшем развитии. С таким посылом топ-менеджер и завершил яркую встречу. Сказать о КамАЗе емко, ярко и в одной фразе передать всю мощь грузовика, успешный путь автогиганта, его полувековую историю. Задача непростая. В минувшем году КамАЗ объявил конкурс на лучший слоган к юбилею компании. 50-летие с начала строительства предприятие отметят 13 декабря 2019 года. Организаторы получили больше тысячи работ со всех концов страны. Лучшими были признаны 9. Награждение победителей конкурса, юбилейный слоган КамАЗа, состоялось, что примечательно, в музее компании. Победителей конкурса встречали хранитель музея КамАЗа Александр Чухонцев, заместитель генерального директора компании по управлению персоналом и оргразвитию Александр Ушенин и руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев. Признались, что отобрать лучших из лучших было крайне непросто. Победителей у нас несколько, но те слоганы, которые вы нам присылали, и те, которые даже не победили, мы их все равно будем использовать. КамАЗ – история сильных людей. Автором этого сильного слогана стал Александр Стуликов, внук строителей КамАЗа. Он хотя и не работает на КамАЗе, но большая часть его семьи связала с ним свою судьбу – бабушка, дедушка, мама и папа. Вот эти люди, которые построили этот большой завод, они построили не просто завод, где выпускают машины, такую, сказать, железку, они построили что-то живое. Приз за победителя Яна Федорова приехал получать отец. Сын работает в северной столице. Его слоган «КамАЗ – будущее начинается сейчас» порадовал и папу, ведь Юрий Арсентьевич – сотрудник КамАЗа. Еще одна победительница – Надежда Волкова, ведущий бухгалтер по финансовому учету «Интертранс КамАЗ». Из шести ее вариантов лучшим был признан слоган «КамАЗ – история продолжается». КамАЗ заряжен побеждать! А это Ирина Голубева – дизайнер и ее дочь Алиса. В семье подрастает еще одна дочка – Василиса. Работа над слоганами была школьно-семейным проектом. У нас молодое, активное поколение подрастает. Они активно участвуют в разных конкурсах, тоже выигрывали в конкурсе рисунка КамАЗа. Работы победителей станут частью рекламной кампании. Кстати, организаторов удивила география конкурса, ведь всего три победителя – челнинцы, остальные шесть – из регионов России. Призы уже отправились победителям в Томск, Новосибирск, Балаково, Ижевск и Ростов-на-Дону. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Новостей на сегодня больше нет, а вот в следующий раз встречаемся 4 февраля в 18.00 на телеканале Челны ТВ. И не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости автогиганты и гордо там обновляются ежедневно и без выходных. На этом нам Ксения Чернильцева и Павлу Михну остается только попрощаться. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова